Итак, прыгать или не прыгать, и куда залазить-то вверх? Потому что я сейчас вот про машины буду говорить, да? То есть какие ценники на запасные части, просто космос. Вы там что, с дуба рухнули что ли? Ну, был доллар, прыгнул вверх, грубо говоря, практически в два раза. Но он практически полностью опустился. То же самое и с электричеством. То есть, и что же вы думаете, что все побегут именно к вам? Ой-ой-ой, дайте, дайте. Да нет, мы нашли то место, где ценники абсолютно нормальные и ровные. Что это за место? Мы приехали сюда, на Комсомольскую 17, электросила. Я ничего не буду говорить. Сегодня будут люди вам говорить, как им нравится работать с этой замечательной конторой. Такие вопросы возникают, да? Да. Я смотрю, вот у нас кое-что случилось, да? И доллар куда-то вообще вверх полез. Ну да. Я уже начал думать, что все, приехали. Никуда не поедем, ничего не будем делать. Но он отпустился вниз. Но есть товарищи, которые захотели доллар увидеть, и вниз цены никакие не опускают. Есть же такие товарищи, да? Ну да. Доллар практически уже вернулся напряжением. А ценники у них как-то вообще никакие-то, да? А ценники нет. Я не знаю, чем они аргументируют вообще. Это это была проблема, да? Ну да. Закупились по старым ценам или что? Или просто не хотят опускать. Ну это вообще нехорошо, правильно? Ну да. Но когда вы приходите в электросилу, ценники, в принципе, у вас не возникает проблемы? Вы берете то, что должно быть? Ну вот сейчас смотрю. Стройка дома идет. Смотрю, что по чем, пока мы прицениваемся. Прицениваешься, да? Ну как бы мы говорим про электросилу, они как бы не внедряют эти дивные ценники шилуидные. Не, ну по сравнению, да. Я вот сейчас смотрю, вот на 24 автомата, 1180 где-то уже по 2000. За что? За что? За вот эту коробочку. Вот такая коробочка у них 2000 стоит. Космос, космос. Нет, это конечно нехорошо. Поэтому проще в электросиле покупать. Да. Во-первых, я вам огромное спасибо за то, что вы очень стали красиво выглядеть. Я прекрасно понимаю, что... Наговорились. Да, да, да. Мы даже не будем говорить о том, что ваш бизнес очень такой же хороший. То есть вы ни ценники, ни втираете, ни что не делается. То есть это автостекло у Арберта просто красиво, да ведь? Да. Вы пришли сюда в электросилу. То есть то же самое, то есть вы должны понимать, что незачем людей деньги-то брать, правильно? То есть можно здесь покупать товар, правильно? Да. Так мы говорим о том, что везде и всюду ценники прыгают. Доллар практически до 200 до веса. То есть мы когда приходим в электросилу, как бы ценники не прыгают. И вам оно нравится? Ценники не прыгают, все здорово. Красиво? Да. То есть можно приходить? Конечно. Вопрос такой. Сейчас везде ценники какие-то взлетают не по-детски. То есть народ не понимает, что доллар почему-то не стал стоить 200 рублей, а опустился к 80. То есть возникает вопрос, да, вы что там делаете? Но мы говорим, когда приходим сюда в электросилу. То есть ценники здесь вас не сильно удивляют? Нет, нормально. То есть можно приходить и брать, да, Витя? Да. Когда сюда приходите, вас не пугают эти ценники никоим образом? Я когда-то сравнил и пришел к выводу, что здесь адекватная цена, ну и идешь сюда периодически. То есть можно спокойно работать в целях красивой? Думаю, можно. Тем не менее, невзирая на вот эти вещи, которые прыгают в цены, то есть вы берете товар где? Электричество? Здесь? Да, здесь. То есть никаких проблем у вас не возникает, да? То есть люди работают для вас, правильно? Конечно, конечно. То есть можно договорить и говорить всем, приходите сюда и получайте то, что нужно для вас? Да, безусловно. Это хороший магазин и хорошая продавция. Знаете, как бороться с ценниками? Очень просто. Не покупать. А точнее, проще и покупать на китайских интернет-аукционах. Алиэкспресс. Вот что. Доллар упал и цена так же. К слову о том, как побороть всех сетевиков и в особенности тех, кто втирает бессмысленные цены. Это, конечно, плохо для меня, но хорошо для вас. Потому что я на ваш кошелек работаю. Мы не самые крутые. Но мы одни из самых умных. Это однозначно. Наша жизнь реально тяжелее, чем где-либо. Но есть те, кто не втирают ценники. Их немного. Я показываю таких. Я найду таких. Однозначно. Это же интересно, когда сочетаются все факторы. Когда можно продавать больше просто, работая как Китай, можно стать первым. У нас есть такие. Электросила. Вот она. Помните, да? Коней на переправе не меняют. Даже невзирая на то, что доллар куда-то вверх прыгнул. Даже людей не меняют. Потому что люди это мы. Мы с вами, жители города Магдагорска и хотят крестности. Потому что вот это и есть правило. Работать именно для вас. Таких людей реально то и немного. Обратите внимание, сколько. Да их мало. Остальные сидят и ничего не имеют. А мы будем уметь. Потому что мы говорим, наши ценники для всех очень хороши.